Это программа День с толком. Студия Анастасия Дороган. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Краевой столице назвали главные строки бюджета. Финансовый документ принят в первом чтении. Завтра в Барнауле начнут демонтаж трамвайного кольца на доме быта. Как изменится движение транспорта? Премьера мирового масштаба. В Барнаул привезли спектакль о жизни Марии Бутиной в американской тюрьме. Главный финансовый документ Краевой столицы на новую трехлетку приняли депутаты Барнаульской городской думы в первом чтении. Заседание прошло с участием главы города Вячеслава Франко. Стоит отметить, что проект городского бюджета сформирован раньше Краевого, а это значит, что параметры городских доходов и расходов будут еще уточняться. С подробностями Валентина Аскерова. Формирование городского бюджета на ближайшие три года рассмотрели депутаты в первом чтении. Так, запланированный объем доходов на следующий год – 22 миллиарда 300 миллионов рублей. Конечно, это меньше, нежели мы заканчиваем бюджет этого года. Но это связано с тем, что мы не видим до конца межбюджетные трансферты. И увидим мы их только после второго чтения Краевого бюджета. То есть, по сути, в ноябре. И уже ко второму чтению мы полностью скорректируем свой бюджет. Налоговых и неналоговых поступлений в городском бюджете станет больше на 7%, чем в текущем году. Рост поступлений связан с увеличением налогов на имущество, на доходы физических лиц и предприятий. А что касается расходной строки бюджета, то она сформирована с предельным дефицитом. По расходам. Расходы берем, по сути, с дефицитом идем в миллиард. Берем 23,3. Учитываем, что в расходах. Но прежде всего, конечно, мы учитываем рост заработной платы. Мы с вами знаем, что у нас будет повышен мрот на 18,5%. С 1 октября мы повышаем заработную плату бюджетников на 5,5%. Все это заложено в параметрах бюджета. Как и прежде, большая часть расходов направлена на социально значимые сферы жизни барнаульцев. Образование, социальную поддержку, развитие культуры и спорта. В городской казне заложены средства и на завершение строительства переходящих объектов. На переселение граждан из аварийного жилья, на снос ветхих домов, на горячее питание детей в образовательных учреждениях. Отметим, что проект городского бюджета депутаты приняли в первом чтении. Большинство депутатов финансовый документ поддержали, выразив надежду, что ко второму чтению их предложения по корректировке расходов будут учтены. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов. День с толком. Дмитрий Попов предположительно сохранит пост министра алтайского здравоохранения. Напомним, после инаугурации Виктора Томенко в правительстве края начались кадровые перестановки. По данным издания Толк, сегодня, 27 октября, Дмитрий Попов может избавиться от статуса временно исполняющего обязанности и полноценно возглавить Министерство регионального здравоохранения. Министр здравоохранения региона – должность, которую согласовывают с федеральным ведомством. По данным сайта Толк, сегодня, возможно, Попова могут официально назначить министром. А уже завтра, 28 октября, начнется демонтаж разворотного трамвайного кольца в районе Дома Быта. Это еще один этап, нужный для завершения масштабной реконструкции путепровода на новом рынке в срок. МОП «Горлик Транс» проведет разбор контактной сети и потом уже разбор, непосредственно демонтаж самого разворотного кольца. А после этого уже приступит непосредственно к работам по соединению рельсо-шпальной решетки трамвайных путей. И подрядчик сам ДСУ-4 уже приступит к восстановлению проезжей части по проспекту Ленина соединения с путепроводом. В связи с этим изменится движение общественного транспорта. Трамвай номер 3 теперь не будет заезжать на проспект Ленина и продолжит движение по северо-западной сразу к проспекту Калинина. Однако без транспорта участок на проспекте Ленина не останется. Он обслуживается троллейбусными маршрутами номер 1, 6 и 7 и автобусами номер 6, 24 и 53. Специалисты города обращают внимание барнаульцев, что для них по-прежнему действует электронный пересадочный тариф. Однако воспользоваться им в электротранспорте они смогут один раз. Либо для пересадки на троллейбус до дома быта, либо для проезда на трамваи со стороны торгового центра «Пионер». Новосхема движения будет действовать до завершения всех работ на путепроводе. Открыть мост должны до конца ноября. В День народного единства в Москве впервые откроется международная выставка «Форум Россия», где каждый регион представит свои экспозиции. На площадке Алтайского края упор будут делать сразу на несколько активно развивающихся направлений – сельское хозяйство, промышленность, туризм. Об этом рассказал губернатор региона Виктор Томенко и записал видео с приглашением посетить экспозицию края и сам Алтай. В этом году в Москве стартует проект важный для всей страны – выставка «Форум Россия», где каждый регион представит свои достижения. Главной темой экспозиции Алтайского края станет сельское хозяйство. По словам губернатора Виктора Томенко, наш регион был и остается житницей Сибири. На нашей территории производится большое количество экологически чистых продуктов – крупы, сыры, мед, растительное сливочное масло. Сектор промышленности в последние годы получил мощное развитие и расширяет рабочие места. Все это поднимает общий уровень жизни. Гордимся нашими инновационными компаниями. Их продукция уже сегодня крайне востребована. Наши фотосепараторы, топливные системы, комплекты пожаротушения и другие изделия – это реальные результаты политики импортозамещения. Но самое главное – развитие экономики позволяет нам улучшать условия жизни в наших городах и селах. Количество туристов растет с каждым годом, а на карте края появляются новые объекты для отдыха мирового уровня. Скоро новый курорт Белокуриха-Горная сможет принять сотни тысяч человек, предоставив высокий уровень сервиса и разнообразные виды санаторно-курортного лечения. Дорогие друзья, приглашаю вас всех 19 ноября на презентацию Алтайского края. И обязательно приезжайте к нам. Гостеприимный Алтай ждет вас. Выставка-форум станет отличной площадкой для того, чтобы рассказать о привлекательности Алтайского края на всю страну. Она откроется 4 ноября в Москве на ВДНХ. Анастасия Дороган, День с толком. В Рубцовске торжественно открыли мемориальную доску, посвященную участнику Великой Отечественной войны Еловега Василию Егоровичу. Памятный знак установили по инициативе Архивного фонда и Совета ветеранов регионального управления ФСБ на здании школы, которую закончил участник войны. В торжественном митинге приняли участие сотрудники и ветераны УФСБ, представители военной контрразведки и пограничной службы, а также родные участника Великой Отечественной и глава Рубцовска. Пока мы помним об этих людях, они с нами. И когда в это здание, в школу номер 26, будут приходить мальчишки и девчонки, их родители, и видеть эту доску, читать фамилию, имя и отчество героя Великой Отечественной войны, будут об этом помнить. И это будет отличным уроком для того, чтобы вырасти настоящим патриотом своей Родины. Офицер, профессиональный контрразведчик. На мероприятии отметили богатую биографию Василия Егоровича и его заслуги перед Родиной. Принимал участие в боях по освобождению городов, награжден медалью за отвагу. Открыть доску имени Василия Егоровича доверили его дочери. Папа был таким очень разносторонним человеком. Он прекрасно возил немецким языком. Причем основные знания он получил в школе от учительницы немецкого языка. Он играл на аккордеоне, пел, рисовал. Мы, дети, всегда чувствовали любовь папы к нам. И всегда знали, что если мы обратимся к нему за какой-то помощью, он всегда нам поможет. И я очень рада, что вот эта память теперь останется не только в сердцах родных и близких, но и здесь, на его родине. Спасибо большое. В Барнауле состоялся показ спектакля о жизни Марии Бутиной. Тюремный дневник – это история о россиянке в американском заключении, которую обвинили в работе иностранным агентом в США без регистрации. На показе побывала наша съемочная группа. У вас были попытки побочить с собой? Нет. Сценическая площадка – клетка пять актеров и полтора года жизни барнаульской девушки в американской тюрьме. История Марии Бутиной прогремела летом 2018-го, когда ее арестовали по обвинению в работе иностранным агентом в США без регистрации. Вернувшись на родину, Мария написала книгу «Тюремный дневник». Материалом для письма в заключении послужило все возможное. Это была и туалетная бумага, обрывки материалов моего уголовного дела. Везде, где у меня была возможность, я писала. Потом, когда вернулась, я даже не знала, что вернусь, но, слава богу, моя страна меня не бросила, и я снова здесь. Я просто взяла эти заметки, записи, многие из которых были определенным образом зашифрованы, чтобы их не прочитала ФБР. И из них, восстановив, сформировала уже книгу. Всего по итогу у меня было около 1200 страниц дневника. Книгу в 500 страниц прочитал и Роман Залиев, сотрудник Центра учебно-воспитательной работы в СИН России и режиссер театра на Бутырке. Кстати, это единственный театр, который располагается на территории самой крупной московской тюрьмы. Романа тронула эта история. Смыслов очень много. Книга очень объемная, масштабная. Там огромное количество, спектр чувств различных. И было тяжело собрать это все в единой условной художественной клетке, где проживает жизнь, год из жизни, даже чуть больше, героиня, преодолевая себя, ломая себя, испытывая себя и побеждая себя, чтобы вернуться на Родину. Чтобы добиться этого эффекта, были созданы декорации для работы на разных площадках, аудио- и видеоэффекты. Интересный факт. Одна из актрис сыграла семь ролей. Семь историй заключенных из разных стран. Я жду какого-то глотка патриотического воздействия, потому что что такое этот человек? Конечно же, она очень много пережила, очень много в своей жизни испытала, все это преодолела. Сейчас я, наверное, узнаю более детально, что сила воли, которая есть в человеке, она всегда делает свое дело. Спектакль показывали 25 раз. И впервые в Барнауле. Дата премьеры символичная. Именно в тот день, 4 года назад, Мария вернулась на Родину. Каждый раз, когда я смотрю этот спектакль, я никогда не устаю, а задевает до глубины души. Кстати, сейчас идет подготовка к съемкам сериала, на который уже выделено финансирование. Из сложностей декорации нужно сделать американскую тюрьму в России. Снимать сериал планируют по всей стране, в том числе в Барнауле. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком. Вместо школьной формы тюремная роба. Учитель из Барнаула Надежда Лепник почти полвека преподает математику алтайским осужденным. В колонию строгого режима она пришла в 26 лет. С тех пор ни разу не пожалела о своем выборе. И это с учетом того, что ученики непростые. За плечами у них всего несколько классов образования и у каждого статья, из-за которой он оказался в местах лишения свободы. Валентина Аскерова продолжит. 10 в квадрате, вы как, Антон, понимаете? Максим, 11 в квадрате, как вы понимаете? 10 в квадрате. Вот, вы правильно понимаете. На груди тревожная кнопка, за партами особенные ученики, осужденные из правительной колонии. Математику за 11 класс взрослым мужчинам объясняет Надежда Лепник. Почти полвека она учит тех, кто не доучился и не получил адестат о среднем образовании на воле. Моя вся работа в школе – это сплошное преодоление. Например, если бы я поработала перед физмат-факультетом, когда я решила поступать, поработала в пионерском лагере, я бы сказала, нет, я никогда не пойду в школу. Меня не слышно было бы. Я просто не могла даже говорить громко. Мне на уроке всегда говорили громче. Со временем голос окреп. Обычную школу сменила на необычную. В 26 лет Надежда Павловна по велению сердца уехала в Зминогорскую колонию строгого режима. Решать математические задачи с осужденными. В конце концов, говорит учитель, какая разница, где и кому преподавать предмет. Мне казалось, что я их никогда не запомню, потому что прически одинаковые, то есть это ноль. Униформа одинаковая. Колония строгого режима, и поэтому ученики очень-очень взрослые. То есть это 23-25. 18-летних почти не было. Не поверите, интересный момент, но я учила своего одноклассника. Наверное, 9 классов он закончил, а среднюю школу не закончил. Строили глазки, писали стихи, признавались в чувствах, подбрасывали записки. За многолетнюю работу в колонии было всякое. И безобидное, и даже опасное. Человек пришел, он даже не ученик, и не выпускал меня из класса. Присутствие всего моего класса, где я классный руководитель. Не напугалась, а нервы сдали. Но от работы все равно не отказалась. Чувствовала, что нужна взрослым, оступившимся ученикам. Со временем перевелась в Барнаул, в лечебно-исправительное учреждение, где и работает по сей день. Ну, например, круг. Так, возьмите в скобки. Теперь треугольник, вычесть круг. Я всегда говорю, если на перекрестках Барнаула мы где-то увидимся, если не хотите, можете даже не здороваться. Ну, чаще всего здоровье приветствует, узнают. Я даже удивляюсь. Скажу, очень позитивный человек. В тех местах это очень хорошо. Всегда тянулся, всегда ходил в школу. Всегда выполнял задания, какие бы ни ставила она. О моей жизни разговаривали много раз. Ну, о родителях. Как так получилось и всему тому подобное. Да. Часто спрашивали, разговаривали. После урока даже оставалось, мы разговаривали. Всю свою жизнь Надежда Павловна посвятила ученикам в колонии. В них вкладывает знания не только о математике, но и жизни. А самый лучший подарок от школьников, несомненно, один. Чтобы после освобождения они никогда не возвращались на ее уроки, лишаясь свободы. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. В Алтайском крае готовятся ко Дню автомобилиста, который пройдет в это воскресенье. Первыми его по традиции отпраздновали студенты и преподаватели технического университета. В УЗИ провели соревнования по водительскому мастерству, а заодно открыли памятник легендарному автомобилю. Какая машина теперь стоит на постамете рядом с автодромом и какие испытания ждали участников, знает Данил Кузнецов. Вот таким необычным жестом семейство Жигулевской классики открыло памятник своему роду начальнику – ВАЗу 2101. Его постановку на территории политеха приурочили ко Дню автомобилиста. В конце 70-го года с конвейера уже сошло 22 тысячи автомобилей. Пожертвовать такой автомобиль решился один из преподавателей – Алексей Панин. А помочь с ремонтом согласились студенты. Даже раздобыли очень редкие колесные колпаки. Подготовочные работы были проведены по покраске днища, привели еще кузов в порядок, устранили всякие недочеты, работа с колесами, ну и само собой постройка постамента. Честование советского и российского автопромов продолжилось и дальше в формате традиционных соревнований. Участникам трех команд предстояло преодолеть несколько испытаний на водительское мастерство. Первая из них – полоса препятствий. Лучше всего с ней справился водитель команды военно-учебного центра, выступавший на «Ладе-Гранте». Проехал всю полосу испытаний менее чем за минуту. Говорит, не важно, что у машины под капотом. Самое главное – кто за рулем. Что помогло? Чувствую автомобиль этот прекрасно. Это был мой первый автомобиль. А также предполагаю, что опыт сказался в вождении. А какой у тебя опыт? Опыт уже больше 300 тысяч километров. Далее испытание было уже командное. Замена колеса на время. Слаженнее всего сработали студенты колледжа на красной шестерке. У остальных возникли заминки с домкратами и баллонными ключами. И, наконец, последнее испытание – для женщин. Девушкам предстояло проехать по большому кругу со стаканом воды. У кого потерь по времени и жидкости меньше, тот и выиграл. Подобная традиция повелась из-за поверья о том, что прекрасная половина человечества ездит более аккуратно. Нужно для начала изучить машину, на которой вы ездите, насколько плавно она проходит, допустим, какие-то неровности дороги и так далее. Плюс нужно знать угол захода, допустим, в какие-то повороты. Если резко или остро зайдешь, то, соответственно, стаканчик может упасть. Тобой уже было пару раз. Видимо, и здесь опыт сыграл на руку. И по итогам всех испытаний выиграла команда колледжа. Тем не менее, без призов никто не остался. Среди наград были не только термокружки и футболки, но и, к примеру, комплекты для ремонта шин. Данил Кузнецов, Алексей Фризин. День с толком. И к новостям спорта. Хоккеисты «Динамо Алтай» в очередном матче чемпионата ВХЛ уступили казанскому «Барсу» 1-4. А вот баскетболисты Барнаула, наоборот, добились тяжелой, но все-таки победы. Об этих контрастах и других новостях спорта расскажет Дмитрий Дроздов. «Динамо Алтай» и «Казанский Барс» – соседи по турнирной таблице и на данный момент прямые конкуренты за попадание в плей-офф. Гости жаждали прервать неудачную серию из трех матчей без побед, а барнаульцы реабилитироваться за поражение в прошлом туре. В первом периоде болельщики заброшенных шайб не увидели, а вот вторая 20-минутка оказалась решающей. Казанцы докинули три безответных шайбы, а в конце игры команды обвинялись голами, установив итоговый счет на табло 4-1 в пользу «Барса». Видимо, пришло время серьезного разговора. Я думаю, каждый оценит свою игру. Проведем разбор, будем готовиться к следующему матчу, он уже через день. Да, к сожалению, пока шайба не сильно хочет пересекать ворота соперника. Где-то кто-то, где-то что-то держит. Не будем говорить какие-то вещи. Но вы знаете, только через работу, только через желание, через шишки, синяки приходят победы. Видимо, больше работают и хотят побеждать баскетболисты Барнаула. Алтайская дружина в гостях обыграла Иркут 87-82. Все решила оконцовка, где наша команда была лучше. Несколько трешек и двушек в кольцо за пару секунд до сирены. Преимущество в плюс 10 у Барнаула и заслуженная победа. Три четверти мы очень хорошо, активно начинали, агрессивно. И вели сразу, отрывали счеты. А четвертое, где повел Иркут, они преобладали в движениях, более играли агрессивно. И переиграли в желании нас намного. Концовка повернулась удача в нашу сторону. Где-то попали броски, где-то держали хорошо концентрацию. Концовка просто повезла. Иркут в четвертой четверти играл лучше. Флорбольная команда Алтайского края также ведет борьбу в чемпионате Новосибирской области. Напомню, флорбол это хоккей в зале. Правда, вместо шайбы – мяч. Так вот, команда «Ирбис» после шести игр в турнирной таблице занимает третью строчку. Четыре победы и два поражения. Теперь вся интрига будет в последнем туре. Мы настраиваемся на последнюю игру. То есть, через выходные также поедем в Новосибирск. Будем играть с командой, которая занимает второе место сейчас. В турнирной таблице мы идем на третьем. То есть, если обыграем эту команду, то мы встанем на второе место. Ну и, соответственно, со второго места будем выходить в плей-офф. Настрой у всех боевой. Каждую неделю тренируемся, готовимся. Думаем, что все получится. Порадуем своих болельщиков. И в конце о мини-футболе коллектив журналисты Алтая продолжают свое выступление под эгидой Алтайской краевой ассоциации мини-футбола. В первом туре «Акулы-пера» уступили своим соперникам. Теперь же настроены только на победу. На паркете зала «Горизонт» журналисты сойдутся с грозным пограничником. Начало встречи в 9 утра. Не проспи, приходи. А после отправляемся на большой футбол. На стадионе «Динамо» пройдет очередной матч первенства России. Белоголубые встречи со старпедо «Миас». Уральцы лидируют в турнирной таблице первенства. Для нашей команды это заключительный домашний матч в сезоне. Начало игры в 14.00. Дмитрий Дроздов. День с толком. А на этом у меня все. Телефон ошей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok